Здравствуйте, уважаемые зрители! Это видео посвящено очень актуальной теме. Как мы, молодежь, можем помочь нашим знакомым, родственникам более старшего возраста без стресса и с радостью освоить различные электронные устройства? И мы коротко, но по существу рассмотрим 5 ключевых факторов. Первое – это настрой. Действительно, положительный взгляд на вещи очень многое меняет. Помню, у меня был такой случай, помогал одной женщине разобраться в ее смартфоне. Дело было пустяковое, буквально 5 минут заняло. Но она все это время говорила, нам нельзя такие телефоны, нам нужны только кнопочные. Получается, ее смартфон был же для нее источником стресса. А положительный настрой можно получить, если развивать соответствующие качества. Например, мы, молодежь, можем подумать над тем, как проявлять понимание к тем, кто старше, ведь они раскрыли в то время, когда не было таких электронных устройств. Также важно объяснить неторопливо, проявлять терпение, ну и не скупиться на похвалу. А те, кто постарше, они могут подумать, что ошибки – это неизбежное явление в процессе обучения. Также важно развивать внимательность и чувство юмора, которое поможет в непростых ситуациях. Третий фактор – это цели. Их можно разбить на две большие группы – долгосрочные и промежуточные. Нам, молодежи, очень важно подсказать тем, кто старше, чего они могут достичь, используя электронную устройство. Например, оплачивать коммуналку онлайн, общаться в социальных сетях и мессенджерах. Искать необходимую информацию на ютюбе, гугл-поиске и так далее. И когда стратегические цели уже определены, можно разбить их на небольшие этапы, ставя промежуточные цели. А если еще и записывать то, что удалось достигнуть, это будет таким хорошим мотивирующим фактором не сдаваться, не опускать руки, когда что-то не получается так быстро, как хотелось бы. Четвертый фактор – систематизация информации. Например, обратим внимание на правила дорожного движения. Раздел «Дорожные знаки» – их там очень много. Но благодаря тому, что они систематизированы, например, знаки запрета – это круг с красной каемкой, внутри которого изображено что-то, то так легче запомнить такое количество знаков. Так и если мы, например, во время обучения стараемся отслеживать какие-то связи, например, эта кнопка, дает возможность сделать то-то, то-то, то-то. А в таких-то вот приложениях есть общая функция. То это поможет все слаживать как бы воедино и, образно говоря, расставить полученные знания по полочкам. Упорядочить. Пятый фактор – практика. Практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь. И не бойтесь, если что-то пойдет не так. На крайний случай можно устроиться на заводские настройки, сбросить и перенастроить заново. Ведь, положа руку на сердце, ваш покорный слуга, да и многие другие айтишники могут сказать, что когда они обучались на компьютере, были такие моменты, когда операционную систему просто было необходимо снести и установить заново. Поэтому, зарядимся положительным настроем, не будем бояться практиковаться и у нас все получится. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик и до новых встреч на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok